На толкование Блаженного Фефилакта, часть 10. Толкование на Евангелие от Луки 1, 21-23. «Если даже спросить у них о чём-нибудь пророческом, то они не отверзают уст и не могут дать тебе ни слова, ни ответа». Комментарий Игнатия Лапкина. «Нет более тёмных людей на земле, как православные люди. Пастыри замолили их. Они их не кормят и не учат самих добывать пищу себе. И о чём бы ни спросили из Писания те, кто посещает православные храмы, никто ничего не знает, и этим приносит огромный вред Церкви Христовой». Как говорит святой Афанасий Александрийский. «Слово же Божие повелевает изучать Библию, чтобы мы могли ответить на любой вопрос, который нам зададут друзья или недруги». 1 Петра 3, 15. «Господа Бога, светите в сердцах ваших! Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчёта вашему пованию дать ответ с крутостью и благоговением». В Холосином 4, 6. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». «Неужели священникам выгодно иметь такую тёмную необразованную массу? Неужели им не стыдно, что при встрече с любым сектантом от его паствы не останется даже праха?» «Толкование на Луки 1, 46, 50. «Может быть, врачи различают их иначе, но нам нужно внимать Писанию, а врачи пусть заблуждают». Комментарий Игнатия Лавкина. «Любой сектант, еретик, узнавший о том, что мы убеждаем пастырей проповедовать Слово Божие, любить Библию, даже и не поймёт, как это может быть. Тот, кто не внимает Писанию, тот варится в собственных мыслях. И вера его хотя бы трижды называлась правильной, но в действительности такая вера не имеет никакого отношения ко Христу. И такая вера никогда не приведёт к Царству Божию». Нам нужно слушать Слово Божие и искать малейшую возможность преклонить ухо к тем, от кого мы можем узнать истинное толкование Писания, чтобы не сделаться добычей хищных зверей. Любое заблуждение, ошибка даже у врача может стоить только временной жизни. «Но невнимание Писанию лишает человека возможности превратиться из мёртвого пса в живого человека и в Сына Божия. Где нет проповеди, нет внимания священному Писанию, там нет жизни, но поле мёртвых костей павших животных, то есть скотомогильник. Когда был убит Юлиан Отступник, то с неба послышался голос. «Пало мерзкое животное!» «Те, кто не внимают словам Писания, уподобляются демонам», — говорит Ирина Хростовский. «И во всём этом, что не слышится голос Божий через проповедь, виноватый пастырь. Господь открыл мне, что будет время, когда архиереи земли русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения православия во всей его чистоте, и зато гнев Божий поразит их. Три дня стоял я, просил Господа помиловать их и просил лучше лишить меня, убогого Серафима, Царствия Небесного, нежели наказать их. Но Господь не преклонился на просьбу убогого Серафима и сказал, что не помилует их, ибо будут учить учениям и заповедям человеческим. «Сердца же их будут стоять далеко от меня». Серафим Саровский. Настольная книга священнослужителя. Том 3, страница 601. Москва, 1979 год. «Сам Бог Иегова, вечный и неизменный, вынес приговор всему русскому священству и показал причину его неутекающего гнева на них, что они поставили свои слова на место Божьих слов. Своими семинариями, академиями, защитами кандидатских, магистерских и докторских, в которых нет живого слова, но разлито море человеческих вымыслов, основанных не на слове Божьем, они затмили ясное слово Божие, как власеницей. «Им нужно дорасти до той ступеньки, где душа искренне воскликнет». Псалом 118, 113. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Вот это я сразу выучил. «И как заклинание произнесут, избираю Бога и Библию, единственно Бога и Библию, и ничего кроме Бога и Библии по толкованию святых отцов Вселенской Церкви». И Азлатоуст неоднократно повторяет, что большая часть священников погибает и погибает за то, что не следует священному Писанию. Толкование на Луки 2, 15-18. «Итак, дело словесных пастырей искать небесный хлеб, и когда увидят сей хлеб, долг их проповедовать и другим, подобно как пастырей, увидев младенца, передавали о нем и другим». Комментарий Игнатия Латкина. «Нести проповедь, учить людей боговедению и приводить их к святому крещению». Вот единственный наказ, оставленный Иисусом Христом своим последователям. Марка 16, 15. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Матфея 28, 19, 20. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сеть я с вами во все дни до скончания века». «Только тогда, когда исполняется долг проповеди другим, Бог обещает быть с такими последователями, быть во все дни». И заключение от обратного. Если нет проповеди о Христе и пастыри никуда не идут, но то с такими Христос не обещал быть ни во все дни, ни в один день». «Лишь какие слова-то, как просто все». «Толкование на Луки 3, 10-18. «Ибо доброе учение есть поистине утешение и справедливо называется благовестием Евангелия». Комментарий Игнатия Лапкина. «Если Евангелие известно православным прихожанам как книга, которую с великим почтением и благоговением выносит из алтаря, держа ее выше головы, как книга, лежащая на аналоге, закрытая и застегнутая на застежке, книга, крышку которой можно поцеловать, то слово «благовестие», то есть слово «евангелие», переведенное на русский язык, совершенно неизвестно. Но слово «благовестие» имеет более расширенный смысл. «Благовестие» означает не просто наличие этой вести в книге, но распространение этой вести, вещание ее. «Проповедь Евангелия». Самое доброе учение, какое когда-либо существовало на земле, есть весть о рождении ребенка, о исцелении от неизлечимой болезни, воскрешении из мертвых, победа нас страшным и грозным противникам. В идеале это выражается в слове о победе Христа над дьяволом, над смертью, в даре прощения грехов, что Христос умер за наши грехи и дарует нам вечную жизнь. Ибо доброе учение есть поистине утешение и справедливо называется благовестием Евангелия. Когда человеческое сердце, тронутое Духом Святым, принимает евангельское семя благовестия и верою оплодотворяется, душа получает неземное утешение в земных скорбях, в этой юдоле печали, там, где нет проповеди Евангелия, знойная пустыня, заросшая терновником. Это характеристика тех, кто не родился свыше от живой проповеди Евангелия. Третья ездра 16.78. Горе тем, которые связаны грехами своими и покрыты беззакониями своими. Это поле, которое заросло кустарником и через которое путь покрыт терном. Так что человек проходить не может. Оно оставляется и обрекается огнем на истребление. Богослужения и таинства, дарованные Богом для возрожденных через благовестие, сегодня считаются крайне необходимыми для неверующих и будто бы могут их оживить, стать утешением и наставлением. Блаженный феофилакт опровергает это заблуждение, укоренившееся сегодня в православной церкви. Не богослужение, не исповедь и причастие, но проповедь Евангелия, благовестие, есть поистине утешение для погибающих в безбожном мире. Толкование на Луки 4, 1-12. Заметь и то, что знать Писание весьма полезно, ибо и Господь поразился тому Писаниями. Не хлебом одним будет жить человек. Это Моисеево извлечение о манне. Второзаконие 8, 3. Ибо хотя манна была не хлеб, однако ж питало народ. Равным образом Моисеево извлечение Исии, Господу Богу Твоему поклоняйся и не искушай. Второзаконие 6, 13, 16. Комментарий Игнатия Лапкина. Подчеркнутые выше места истолкования блаженного феофилакта должны быть и главным вопросом на экзамене при приеме в духовные семинарии и другие духовные заведения. Знание Писания или незнание его вот что определяет доступ к должности священника. Вся книга Псаутиль переполнена этими призывами о любви к Богу и Слову Его. Геннадий, патриарх Константинопольский, рукополагал в дьяконы только тех, кто знал наизусть Псалтирь. Может ли быть инспектором на дорогах тот, кто не знает правила движения? Как может быть пастырем тот, кто не знает, как накормить овец, чтобы они были сыты, здравы и плодовиты? Может ли быть преподавателем красноречия или музыки глухонемой? Если это невозможно представить, то почему же столько пастырей, не знающих Писания и не стремящихся к этому, и не проповедующих? Как может излечить врач, не знающий врачебного искусства и на практике, не исследовавший строение человека и действия препаратов? Церковь Божия называется лечебницей, потому что там звучит Слово Божие. Таинство крещения и причащения ничему не учат, а только дарует жизнь уже наученным. Не случайно церковные каноны запрещают до 30-летнего возраста рукополагать в Пресвятера. 14 и 15 правила 6-го Вселенского Собора. 14 правила. Правила святых и богоносных отец наших да соблюдается и всем, дабы во Пресвятера прежде 30 лет не рукополагать. «Если бы человек и весьма достоин был, но отлагать до влеченных лет, ибо Господь Иисус Христос в 30-е лето крестился и начал учить. «Подобно и диакон прежде 25 лет, и диакониса прежде 40 лет, да не поставляется». 15 правило. «Ибо диакон да поставляется не прежде 20 лет возраста. если же кто в какую бы то ни было священную степь поставлен будет прежде определенных лет, да будет извержен, чтобы он не только успел изучить Библию, но и имел хороший опыт работы с людьми». Толкование на Евангелие от Луки 4, 13-15. «Глубоко внимай Писанию, потому что тогда написано в силе Духа, когда Он победил Искусителя и явил силу Свою». Комментарий Игнатия Латкина. «Если рассуждать, как сегодня рассуждают православные, то блаженный Феофилак совсем и не православный, а самый настоящий баптист. Он всюду и везде подчеркивает необходимость знания Писания, то есть Библии. А современные пастыри боятся этого как огня. Они отвергли знания Библии, и Бог отверг их и сделал глухонемыми». Рокосия 4, 6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отверг на тебя от священно действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Это будет за то, что пастыри пренебрегают Словом Божиим. Отвергли Библию. Это мы видим повсюду. За отвержение Библии Бог отвергает от священно действия пастырей. И хотя по внешней форме всё будет совершаться как должно, в действительности там ничего нет. Вангрии Атмосфея 23, 38. «Все оставляется вам, дом ваш пуст. Малахия 2, 2. «Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Слава, то я пошлю на вас проклятие и проклину ваши благословения и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце». Если в 5 веке Златоуст говорил, что большая часть священников погибает, то какой же процент спасающихся ныне? Можно ли изменить ситуацию? Если бы нашёлся хотя бы один архиерей, любящий Библию на всю Россию, как много бы он сумел сделать? Если бы на целый год или на епархию нашёлся хотя бы один возрождённый священник, любящий Библию, как много бы он успел сделать? Слушай. Если в церкви, в храме найдётся хотя бы один мирянин, простец, искренне верующий во Христа и любящий Библию, как много бы он сумел сделать и зажечь других огнём любви Пресвятой Троицы? Притом нужно не просто знание, а глубокое, осмысленное по толкованию вселенских учителей в церкви. Вот это толкование блаженного фефилакта одно из самых лучших, какие есть в церкви, а может быть и самое лучшее. Толкование фефилакта на Луки 4, 38-44. «Поэтому и нам не должно быть ленивыми, не довольствоваться одним местом заключения, но всюду обходить, чтобы кому-нибудь принести пользу». Вот как. Комментарий Игнатия Латкина. Сегодня этим занимаются только сектанты, такие как иеговисты, так называемые свидетели игол. На православных и здесь исполняется древнее пророчество отвержения. Матфея 21, 43. «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его». Но кому это будет передано? Чтобы Слово Божие несли не с еретическим ядом, а в чистоте православия. И куда бы сегодня не приехал архиерей или патриарх, всюду и везде одна и та же картина. Зайти в храм в окружении пышной свиты с сомном охранников и подьяконов и богослужения, 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 тысячекратное повторение богослужения. Апостолы поступали абсолютно не так. Деяние 27. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил Слово до полуночи. Богослужение встало на место проповеди. Вот в чем выразилась нелюбовь к Библии. Толкование на Луки 6.27.36 Итак, если бы апостолы, тяготясь гонениям, потом желая отомстить оскорбителям, умолкли и перестали бы учить, то солнце Евангелия погасло бы. Комментарий Игнатия Латкина. Евангельское солнце будто погасло в православии. Христос ни разу нигде не сказал совершай богослужение и обязательно каждый день по 4 часа и чтобы литургия непрестанно совершалась. Об этом нет ни слова, ни полслова. Но Господь непрестанно говорит о том, чтобы проповедь текла рекой и насыщала жаждущих. Деяние 18.9 Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, но говори и не умолкай. Мысленно вообразим, что апостол Павел перенесся в наше время, или мы оказались в его миссионерском путешествии. Подчинились бы мы ему его ритму жизни, или сразу на него сделали донос, исковали бы на него литургические вериги и принудили бы его отпевать всех мертвецов в Коринфе и Ариапаге, освещать воду в Кибре для всех римлян и делать все, что делают сегодняшние пастыри. Или стали бы все-таки проповедовать и учить людей, подражая ему. Если бы сегодняшний сенот все-таки сумел бы арестовать Павла и замкнуть его уста, то как бы мы обратились к Богу, если не было бы его посланий? Если бы апостолы умолкли и перестали бы учить, то солнце правды, то солнце Евангелия погасло бы. Толкование на Евангелие от Луки 6, 46-49 Копает и углубляет тот, кто принимает слова Писания не поверхностно, а изыскивает глубины их духом. Комментарий Игнатия Лавкина. Слушать Слово Божие нужно на родном языке и в самом богослужении. Сегодняшние глушители проповеди повторяют как заклинание «В самом богослужении есть проповедь». Если это проповедь, то проповедь никому непонятна и потому мертвая. 1 Коринфянам 14-19 «Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». Если сегодня служители тьмы ни под каким видом не допускают русский язык в храм, в богослужение, то хотя бы библейские слова чтения по Риме, Псалтире, Евангелие, Деяние и Послании должно быть обязательно сегодня же быть на русском языке. Библия в русском синодальном переводе 1876 года благословлена и дореволюционным синодом, и заграничным, и патриархией. Служители мрака, отступитесь и допустите Библию к народу, иначе Бог поразит вас окончательно не только глухотою и немотою, но и слепотою и полным параличом. Цитата. «Есть вещи крайне нужные», говорит свидетель Феофан Затворник о переводе службы на русский язык. «Разумею, новый, упрощенный и уясненный перевод церковных богослужебных книг. Наши церковные песнопения все назидательны, глубокомысленны и возвышены. В них вся наука богословская и все нравоучение христианское, и все утешения, и все устрашения. Внимающий им может обойтись без всяких других учительных христианских книг. А между тем, большая часть из этих песнопений совсем непонятны. А это лишает церковные книги плода, которые они могли бы производить, и не дает им послужить тем целям, для коих они назначены и имеются. Ныне, завтра, надо даже к всему приступить, если не хотим нести укора за эту неисправность и быть причиной вреда, который от этого происходит. Журнал Душеполезное чтение 1896 год, номер 10, страница 462. Горе вам, что затворяете царство небесное человека. Евангелие от Матфея 23.13. Это сказано архиереям, которые и сами не учат народ спасительного пути, и священников не заставляют это делать. Сказано священникам, которые оставляют народ в небрежении, не заботясь объяснить им, что нужно для спасения души. От этого народ пребывает в слепоте. Одна часть остается в уверенности, что идет правильно, а другая, хотя и замечает, что у нее не так идет дело, но не идет куда следует, потому что не знает, как и куда идти. От этого разные нелепые понятия в народе, от этого легко находят доступ к нему и всякое злое учение. Священник обычно думает, что у него в приходе все исправно и хватается за дело только тогда, когда это зло разрастается и выходит наружу. Но тогда уж ничего не поделаешь. Священник первым делом своей совести должен считать совершенствовать взрослых в познании христианской веры, а юное поколение готовить с первых сознательных лет, объясняя им, что им нужно и можно знать, когда и как будет удобнее. Феофан Затворник. Из материалов Священного Собора Российской Православной Церкви 1917-1918 Пункт 4 Определение 2 1 Введение Священного Синода наблюдение за исправлением и переводом текста богослужебных книг и одобрение Церковного Собора благословения на печатание Доклад о церковно-богослужебном языке принят решением Собора Пункт 1 Славянский язык основной язык нашего богослужения Пункт 2 В целях приближения нашего церковного богослужения к пониманию простого народа признаются и права общерусского языка для богослужения Частичное применение общерусского языка в богослужении чтение Слова Божия отдельные песнопения молитвы замена отдельных слов и речений и тому подобное для достижения более вразумительного понимания богослужения при одобрении его церковной властью желательно в настоящее время Пункт 5 Заявление какого-либо прихода о желании служить богослужение на общерусском языке в меру возможности подлежит удовлетворению по одобрению перевода церковной властью Пункт 8 Высшее церковное управление неотлагательно должно озаботиться изданием богослужебных книг на параллельных славянском и общерусском языках Толкование фефилакта на Евангелие от Луки 8 1 3 Сойдя с неба за тем чтобы во всем представить нам собой образец и предначертание Господь научает нас не лениться в обучении но обходить по всем местам и проповедовать ибо что он не делал делал для наставления нашего комментарии Игнатия Лапкина Толкованием обличается вся пастырская практика современного православия погрязшего в лени трусости и корысти можем ли мы себе вообразить что сегодняшние митрополиты взяв с собой 2-3 прислужника для ношения еды будут выступать на стадионах и в домах культуры как американские фектанты во всех церковных публикациях на снимках видны крестные ходы хоруби иконы благословения помазания нет нигде ни слова о евангельской проповеди значит необходимо учиться у тех кто проповедует когда ариане придумали понятные легко запоминающиеся песнопения во времена Златоуста то православные мгновенно отреагировали на это новшество сразу же составили подобное но православном духе если и дальше священники будут лениться и не будут обходить с проповедью города и села то в самое ближайшее время Россия будет католическо протестантской а не православной придумали какие-то юридические обоснования экономическим территориям чтобы оправдать свое бездействие и сонливость только животные мочащиеся к стене метят свою территорию а человек живой евангельской проповедью отмечает территорию в сердцах которые покорились благовестию Бог посылает каждого до концов земли и не ограничивает никакой местностью чтобы о ней властвовал один человек и запрещал другим проповедовать толкование на Луки 9.1.6 дал ученикам власть над злыми духами Господь не ограничил их употреблением только всей власти но повелел им и Евангелие проповедовать тот кому вручено учительство должен и проповедовать и совершать чудеса комментарий Игнатия Латкина 19.1.6 Вселенского Собора предстоятели церквей должны по вся дни наипаче же во дни воскресные получать весь клир и народ словесам благочестия и избирая из Божественного Писания разумения и рассуждения истины 58.1.6 апостольское правило епископ или пресвитер не родящий не заботящийся о причине о причте и о людях и не учащий их благочестию да будет отлучен если же останется в таком неродении и ленности да будет извержен епископ Никодим Милош толкует получать веренный им народ есть первая и главнейшая обязанность как епископа так и пресвитера обязанность которая должна предшествовать всем остальным и священно действию и управлению церковью спаситель заповедовал апостолам не только крестить но и учить и прежде учить народ а затем крестить Матфея 28 19 Марка 16 15 16 Каждому священно действию должно по необходимости предшествовать учения потому что таинства не могут помочь тому кто принимает их без веры а веры не может быть без проповеди римлянам 10 14 1 коринфянам 9 16 горе мне если не благовествую а Тимофея епископа Ефесского заклинает Богом и страшным судом Христовым 2 Тимофея 4 2 проповедуй слово настой во время и не во время обречай запрещай увещевай со всяким долготерпением и назиданием от каждого предсфитера без различия апостол Павел требует чтобы он из числа всех прочих добродетелей более всего отличался умением наставлять 2 Тимофея 2 24 25 рабу же Господа не должно ссориться но быть приветливым ко всем учительным незлобивым скротостью наставлять противников не даст ли им Бог покаяния к познанию истины и епископу и пресвитеру пренебрегающему проповеданием Слово Божие священное писание угрожает страшным наказанием Иезекий 3 17 18 33 8 34 10 1 Тимофея 4 16 2 Тимофею 2 14 и другие 15 Таким образом это апостольское правило есть не что иное как краткое выражение в форме закона предписания священного писания обязывающее епископа и пресвитера непрестанно проповедовать и наставлять народ в вере и добродетельной христианской жизни это правило следующим образом на каждом епископе лежит непременная обязанность получать веренный ему народ догматом благочестия и приводить его к истинной вере и честной жизни потому что Бог говорит через пророка предстоятелям народа что если Езекииля 3 18 не будешь вразумлять его и говорить чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его чтобы он жив был то беззаконник тот умрет в беззаконии своем и я взыщу кровь его от рук твоих поэтому епископ пренебрегший проповедью отлучается то есть лишается своего места служения с запрещением священно действия в течение определенного времени если если же будет пренебрегать проповедью и после этого то должен быть извержен то есть лишен священного сана точно так же должно быть поступлено и с пресвятерами ибо правило предписывает чтобы и они были учительны конец десятой части еще пойду затоплю пока пока записываться пойду затоплю во имя отца и сына и святого духа аминь комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на толкование блаженного феофилакта толкование на Евангелие от Луки 9.46.50 поскольку же он не препятствует вам в деле проповеди не действует заодно с дьяволом значит он за вас комментарий Игнатия Лапкина нет никого зловреннее и опаснее как тех кто противится проповеди это истинные неприкрытые враги Христовы волки в овечьей шкуре и ризе однажды когда проповедующему Саулу противился сильный волк апостол Павел поразил его немедленно слепотою чтобы он не высматривал себе жертвы своей антиевангельской проповедью здесь апостол как будто перешагнул невидимый рубеж в грозности обличения и поражает противника проповеди неслыханными доселе эпитетами и в этом он подражает Христу Деяния 13 8 11 А Элима волк ибо то значит имя его противился им стараясь отвратить проконсула от веры но Саул он же и Павел исполнившись духа святого и устремив на него взор сказал о исполненный всякого коварства и всякого злодейства сын дьявола враг всякой правды перестанешь ли ты совращать с прямых путей господних и ныне вот рука господня на тебя ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени и вдруг напал на него мрак и тьма и он обращаясь туда и сюда искал вожатого священное писание здесь впервые называет вселенского учителя Павла поражение сильного противника проповеди дает ему новое имя с которым он и вошел в историю и какой бы высокий цан не занимал человек в церкви пусть это будет даже папа римский или патриарх вселенский но если они противятся словам Христа мотивируя это самым возвышенным образом то имея этим людям то имя этим людям сатана Евангелие от Матфея 16-23 он же обратившись сказал Петру отойди от меня сатана ты мне соблазн потому что думаешь не о том что Божие но что человеческое препятствие в деле проповеди как половодие затопило православную церковь в иные храмы можно ходить годами и не услышать ни одной проповеди что это во что превратили веру и церковь Христову обмерщение церкви идет и снизу и сверху и грехами народа и противлением проповеди священнослужителей изменить ситуацию может только какое-то непонятное чудо или Бог отдаст этот виноградник другим приносящим плод толкование на Луки 10 29 37 возлил масло и вино масло есть слово учения пред уготавляющее к добродетели обещанием благ а вино слово учения приводящее к добродетели страхом им Господь дал два динария то есть два завета ветхий и новый комментарий Игнатия Латкина что могут сказать на суде Божьем православные пастыри скрывшие и два динария и ничего не потратившие сверх их жизнь такого гостинника сплошное самоосуждение и гибель для тех над кем он властвует так как отменили закон Божий то есть Библию то это место не осталось пустым стали вводить лже духовность потребовались видимые атрибуты поклонения и все замироточило это поражает воображение язычников приходящих в храм они чувствуют себя как и послы князя Владимира как на небе разум спит слово Божие отсутствует и истолкование Библии никто не ищет к этому нет никакой жажды у народа если это толкование блаженного феофилакта читать слух священников не называя автора то они мгновенно выдадут это говорит Баптист это они носятся со своей Библией придумали крещение с полным погружением как праздник языческого Бога Нептуна справляют беседовать на тему разумения священного писания с православными вообще не приходится у них намертво атрофировано духовное чувство близости к Богу через слышание Слова Божия и похоже выхода из этой ситуации не предвидится если не будет установлен авторитет Библии Бог не изменен как святой и истинный если за отступление от своего Слова Он разметывал Израиль как засохший ком грязи по всему миру превращая его в пыль точно так же будет и с нынешними презрителями Слова Божия то есть Библии Евреям 13.8 Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же за отступление от истинного поклонения Богу Бог уничтожает поколение за поколением оставляя себе только единицы верных Сирахова 16.3 Лучше один праведник нежели тысяча грешников Может случиться так что и вся земля русская будет исповедовать иную веру так как Бог перестал защищать землю которая отвергает его слово исчезает нация сделавшаяся Бога противной и не признающая слово Творца Своего и во всем этом виноваты пастыри скрывшие Слово Божие Лука 13.3 Нет говорю вам но если не покаетесь все так же погибнете толкование на Луки 11.14.20 Ибо слова Божии должно не только слушать но и другим пересказывать комментарий Игнатия Лапкина ищущая Бога душа которую коснется Дух Божий при всем желании не сможет умолчать о радости который посетил ее Господь это и есть истинное возрождение соединения с Богом как у Факины Самарянки у колодца Иакова она тут же возвестила всему городу кого она нашла глашатая истины как на крыльях облетали вселенную и где бы они не появлялись всюду высевали евангельское семя проповеди Деяние 17-11 здешние были благомысленнее фессалоникских они приняли слово со всем усердием ежедневно разбирая писание точно ли это так Деяние 8-4 между тем рассеявшиеся и благовествовали слово в годину искушения гонения верующие заботились только об одном и просили в своих молитвах чтобы распространять слово Божие как можно шире первоапостольская церковь своими словами в молитвах кратких и точных стучала во врата небесной отчизны это было так угодно Богу что создатель мгновенно отвечал им в русской церкви за тысячу лет может быть ни разу так не молились в церкви и не получали такого ответа потому что пошли совершенно иным путем как говорили иностранцы Россия выглядела как большой монастырь Деяния 4 29 31 И ныне Господи возри на угрозы их и дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое и по молитве их поколебалось место где они были собраны и исполнились Духа Святого и говорили слово Божие с дерзновения толкование на Евангелие от Луки 12 4 7 под пятью воробьями некоторые разумеют пять чувств которые будучи искупаемы двумя ассариями то есть сыной Ветхого и Нового Заветов не забыты у Бога толкование на Евангелие от Луки 49 50 ибо слово есть огонь поедающий всякое вещественное и нечистое помышление и истребляющий идолов из какого бы ни были они вещества разумеется и ревность по добру возгорающаяся в каждом из нас а может быть и ревность порождаемая Словом Божиим не разница от первой Господь пришел низвести огонь не только на землю на которой распространилось его учение и вера но и на душу каждого которая сама по себе есть терновная и бесплодная земля но Словом Божиим возжигается как бы огнем и становится способной к принятию божественных семян и духовно плодоносной а многие и часто испытывают оное при чтении божественного писания или житий святых отцов то при убеждении и поучении от кого-нибудь воспламеняясь душами к деланию добра и одни пылают до конца а другие тотчас же охладевают комментарии Игнатия Лапкина тернии греха удобнее всего пожигать сразу обнаруживая отступление от слова Божия чтение священного писания без всякой исповеди без духовников и старцев мгновенно может человека поставить на колени но когда скрыли слово Божие сердце превратилось в поле заросшее терновника и это хорошо знают все священники что они непрерывно слышат исповедание одних и тех же грехов и паства их почти совсем не отличается от мира за каждым пустяшным случаем в жизни прихожане обращаются к священнику и держатся за него как за стенку и батюшкам это нравится этим создается их ложный дутый авторитет чего проще взять светильник слова Божия и во свете Библии умолять духов утешителя чтобы он высветил у каждого конкретно все грехи и помог возненавидеть их но священники пошли другим путем абсолютно не евангельским заняли место Христа сели на Моисеевом седалище для людей стали как языческие оракулы и постоянно повторяют одно и то же чаще исповедуйтесь и причащайтесь непрерывно исповедуйтесь имейте своего духовника и задача священников состоит как раз в том чтобы а задача священников состоит как раз в том чтобы народу указать на Христа и Господь сам просветит разум людей и Духом Святым поржет терновник греха 3 ездры 16 78 горе тем которые связаны грехами своими и покрыты беззакониями своими это поле которое заросло кустарником и через которое путь покрыт терном так что человек прохарить не может но оставляется и обрекается огню на истребление евреям 6 8 а производящая терния и волцы негодна и близка к проклятию которого конец сожжения конец 11 часть 2 1 2 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 6 6 6 7 Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Тихоновича Лавкина на толкование блаженного Феофилакта. Толкование на Евангелие от Луки 12, 54-59. «Поскольку Господь вел речь о проповеди и наименовал ее огнем и мечом, то очень вероятно, что слушатели, не понимая значения слов его, смутились». Комментарий Игнатия Лавкина. «Слова Христа – это вечное семя, нетленное и непогибающее, которое падало на каменистую почву. Слушатели смотрели на него и видели, как шевелятся его губы, слышали его дыхание, слова, сходящие с его языка на их родном языке, с их акцентом, ибо он ничем не отличался от них, потому что пришел к своим. Они имели уши, и слова их входили в их слух. Но смысл и значение ускользали, и они постоянно спрашивали, что он хочет сказать. О чем говорит Иисус из Назарета? К нам ли он говорит или ко всем? «Они делились своими впечатлениями друг с другом и делали вывод. Не от Бога этот человек, он не такой, как они. Слово «как», «зачем», «почему» поскольку Господь вел речь о проповеди и наименовал ее огнем и мечом, то очень вероятно, что слушатели, не понимая значения слов его, смутились. Эту фразу блаженного Феофилакта мы повторим не раз, чтобы зримо представить обстановку, в которой трудился Господь. Он вел речь о сении живого слова, а они смущались. «Как томилось его святое любящее сердце!» Он говорил им и видел их помутненный разум, заскорозлые мысли, неразвитость мышления, отсутствие воображения. Его окружал чужой народ. Иоанна 8, 43. «Почему вы не понимаете речи моей?» «Потому что не можете слышать слово моего». Слова «не можете» имели только один смысл. «Не способны, потому что не хотите». Их мозг, разум был подобен булыжнику, которым выкладывается поверхность дороги. По их мозгам, по их ушам с детства катились колесницы архиереев и священников, которым они были преданы всей душой. Прихожане верят своим пастырям и не сверяют их слова со священным писанием. И что бы ни сказал священник, даже абсолютно не по Слову Божию, прихожане всегда отвечают. «Спаси Христос, батюшка, священникам это нравится. Что стоит ему махнуть рукой и благословить? И людям это нравится. Такой хороший батюшка, так он любит нас». А вот такие любвистые экономисты и есть губители душ. Иоанн Златоуст говорит, что если священник не накладывает эпитимью за грехи, церковное наказание, отлучение, такой пастырь есть губитель, а не спаситель. Иоанн Гринатана 5,44. «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Искать славы от Бога может тот, кто не только верит в Бога, но и верит в Слово Божие, то есть самому Богу. То есть Бог – это то, что есть Бог, это знает и сатана. А, не верующие в существование Бога, хуже сатаны, Христос прижел в полноту времени, когда народ более всего был приготовлен к его принятию. Готов не в смысле подготовленности слышать, а по той тьме, в которую погрузилось человечество. Надежда на спасение почти у всех исчезла и царствовало ожидание Мессии». Римлянам 5,20. «А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. И когда тьма сгустела, и когда тьма огустела до беспросветности, тогда и наступила полнота времени, время прихода Спасителя на землю». Исайя 8,22. «И взглянут вверх, и посмотрят на землю. И вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел». Галатам 4,4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинялся закону». Иоанна 1,11. «Пришел к Своим, и Свои его не приняли». Проповедь Слова Божия – это проявление любви к ближнему, так как спасение души человека есть самое ценное, что есть на земле. А через проповедь до людей доходит слышание Слова Божия, то нет ничего ценнее проповеди о жертве Христа, о его любви. Сатана это прекрасно знает и в первую очередь старается оклеветать и убить сейтеля. Как правило, дьявол лютует против того, кто готовится духовно родить через проповедь новое чадо Христу. Откровение 12,14. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверк их на землю. Дракон сей стал перед женою, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Лютуя против Христа, Искуситель бросает весь арсенал. Сергей Павлович, ты сказал 12,14, 12,4. Благодарю. Откровение 12,4. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Лютуя против Христа, Искуситель бросает весь арсенал, все свои засадные полки против проповедников Евангелия. Деяние 17,6. Не найдя же их... Не найдя же их, повлекли и Асона, и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмустители пришли и сюда. Деяние 24,5. Найдя сего человека язву и общество, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной и представителем Назарейской Евиси. Деяние 5,28. Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени всем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Иудеи не только не понимали, что Господь говорит о проповеди, но они, как служители тьмы, тьмы интуитивно чувствовали, что от проповеди зависит их дальнейшее благополучие. Проповедь сокрушала не только идолов, но и иудейские заблуждения. Деяние 19,27. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная. Они изливали реки лжи против проповедников и приходили в сильнейшую ярость, когда слышали о том, что Иисус угоден Богу Отцу, и Он находится на небе. Проповедники – это передовой авангард Иегова, против которых дьявол бросает в астаку самых презренных отщепенцев даже среди своих клевретов. Деяния 22,22. До этого слова слушали его, а за сим подняли крик, говоря, «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». Деяния 7,57. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на Него. Поистине, демоническая ненависть по религиозным фанатикам тьмы и мракобесия против проповедников. Против проповедующих Слово Божие дьявол, как правило, выдвигает самый мощный свой таран – ложь и убийство, ибо он – человека-убийца и ложец. Слыша проповедь Евангелия, он бросается подобно разъяренному льву на благовестников в лобовую атаку. И в первую очередь он делает это через священнослужителей, служителей алтаря. Весь Новый Завет переполнен подобными свидетельствами. Евреям 13,8. «Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки тоже». Дух Святой и сегодня, в 21 веке, ищет соработников на Неве Божьей, тех, которые не советуются с плотью и кровью, но слушают голос своего Искупителя Иисуса. И дьявол вчера и сегодня тот же, и тактики своей по отношению к проповеди не меняет. Пусть любой православный батюшка еще раз пересчитает вслух перед своей паствой вот эти слова блаженного истолкователя Священного Писания, глубоко уважаемого ими болгарского архипастыя. Поскольку Господь вел речь о проповеди и наименовал ее огнем и мечом, то очень вероятно, что слушатели, не понимая значения слов его, смутились. Понимают ли они сами и их паства, что не проповедуя другим вот это истинно православное понимание Библии, и даже не воюя против проповеди, они делаются с родственными, с теми, кто окружал Христа, что у них нет ни огня, и ни меча, и Слово их мертво и никого не может оживотворить. Иеремия 23, 29. Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Ефесянам 6, 17. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Евреям 4, 12. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюда острого, оно проникает до разделения души и духа составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Откровение 19, 15. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Бедное православие, какое горе еще ждет тебя за противление проповеди Иисусовой, за то, что пастыри держат в египетской тьме свою пасту. Ситуацию может изменить только проповедь, притом живая, с глубокой верой проповедующего. Толкование на Луки 13, 18-22. «В царствие Божие есть учение и проповедь, ибо через проповедь воцарилось оно в душах человеческих». Божественное учение подобно еще закваске, которую взяв женщина, то есть человеческая природа, положила в три меры муки, то есть в тело, душу и дух. Так что все осветилось, как говорит блаженный Павел в 1 Тимофе 4, 5, «и стало одним тестом через общение с Духом Святым». Под женщиной можешь разуметь душу. Под тремя мерами три ее силы – разум, сердце и воля. «Кто в эти силы сокроет Слово Божие, тот сделает оные совершенно духовными. Так что ни разум не будет сомневаться в учении, ни сердце и воля не будут стремиться к неразумному, но скиснут и уподобятся Слову Божию». Комментарии Игнатия Лапкина. Одного этого толкования Феофилакта достаточно, чтобы убедить любого самого упорного православного батюшку, что он не православный, если не исполняет того, что здесь написано. А написан здесь приговор совместному православию, превратившемуся в комментарии Игнатия Лапкина. «Одного этого толкования Феофилакта достаточно, чтобы убедить любого самого упорного православного батюшку, что он не православный, если не исполняет того, что здесь написано. А написан здесь приговор современному православию, превратившемуся в бесконечное обредоверие и суеверие. Проповедь Слова Божия возможно только там, где есть любовь к Богу, любовь к людям. Священники самоустранились по благословению архиерея от любви и решились с народом изъясняться в символах, жестах, мимики. То, что мы сегодня видим, как священник общается с народом, что совершается в храмах, это не имеет никакого отношения к тому, что заповедовал Иисус. не только каждая строка священного писания, но и толкование святых отцов вопиют, обличают современных пастырей, что они не наемники, а люди, которые творят волю свою, волю архиереи и патриарха и не знают ни Бога, ни слова его, ни евангельской веры, ни православной веры. Нет конца перечни этих атрибутов, притом важных, как считается и необходимых. Нет конца тем святыням, которые придумали православные искусники пустын нажители. И всё это только для того, чтобы заменить Слово Божие, чем-то заполнить этот вакуум. Древние иудеи, даже вошедшие в Церковь Христову, всё время навязывали свои плотские законы и закон Моисеев на Лозаветной Церкви из язычников. Иудеи никак не могли смириться с тем, что Христос достаточен сам по себе для спасения без субботы и без обрезания. Плотской невоздержанный человек сам по себе исключительно мелочен. Плотской невозрождённый человек сам по себе исключительно мелочен. Он не может представить цельной картину и ход развития Церкви. замысел Божий в отношении человека, что всё и во всём Христос. Плоской человек из тысячи маленьких святых дел пишет свою биографию, считая, что в его активе всё это необходимо и не будет лишним. И дьявол это отлично знает и не препятствует. При коммунистическом сатанинском режиме были назначены специальные сатрапы, уполномоченные по религиозным культам, чтобы создать лояльные отношения Церкви к государству. Следователи на допросах говорили проповедникам, что вы лезете к людям со своей проповедью, верили бы как моя бабушка и никто бы вас не трогал. Она ходит в Церковь, исповедуется и причащается. У нас это разрешено. У неё нет никакой Библии и ей этого достаточно. У неё есть иконки, которые стоят в шифоньере. Прекратите эту агитацию, иначе мы вас сотрём в порошок. Вы совращаете своей проповеди людей и не даёте им быть активными строителями коммунизма. Но архиепископ Феофилакт на основании всех святых отцов учит далеко не так, как учили уполномоченные и как учат сегодня батюшки. Царствие Божие есть учение и проповедь, ибо через проповедь воцарилось оно в душах человеческих. Божественное учение подобно ещё закваске. Три её силы – разум, сердце и волю. Кто в эти силы сокроет Слово Божие, тот сделает он и совершенно духовными, так что ни разум не будет сомневаться в учении, ни сердце и воля не будут стремиться к неразумному, но вскиснут и уподобятся Слову Божию. Так, это у нас 12-я была, да? сейчас 13-я надо сейчас помещать 13-я так, подожди. Помещать надо 13-я теперь или 12-я закончили, сейчас сбилось Ольга Николаевна спросить надо. Да, 13-я будет. Ну все, спаси Христос на сегодня закончим. Все, с Богом. С Богом. С Богом. С Богом. ・onto Продолжение следует...